Арена разобрана по частям, в здании пахнет краской. Активные работы во дворе начались лишь после проверок и судебных предписаний. О нарушении много. Деревянный потолок, который может вспыхнуть в считанные минуты. Загроможденные пути эвакуации. Отсутствие пожарной сигнализации. А один из подвалов до сих пор занят центром Айкидо. И все это в крупнейшей арене края, где проходят массовые мероприятия, куда приезжают известные артисты. Проводятся крупнейшие соревнования. Наш корреспондент Кирилл Политов – частый гость в Дворце спорта. Я пошел на концерт группы «Руки вверх» и решил проверить, работают ли выходы и входы Дворца зрелища спорта. Оказалось, что та сторона, которая выходит на стоянку, это где за кассами, по-моему, туалеты на гору, да, она была закрыта. Элементарно была закрыта. Я так представил, что посчитал примерно 6 тысяч 7 человек на концерте группы «Руки вверх» сейчас в данном месте находятся. И те выходы, которые открыты, это центральная часть, и та, которая выходит на спортивный комплекс «Опи», она не в состоянии справиться с тем потоком людей. Уже несколько лет ледовую арену Дворца арендует хоккейный клуб «Алтай». Спортсмены боятся лишиться своей постоянной площадки. Альтернатив регионе немного. Но в администрации края заверяют, что поводов искать новое место для тренировок пока нет. Мы ждем подписания договора со школой и с клубом на этот сезон. Во время судебного заседания 25 июля, которое закрыли от прессы, юристы Крайсов-Профа, владельцы Дворца, возражали. Пути эвакуации свободны, а размещение в холлах кресел и киосков предусмотрено проектом. По поводу потолка стороны так и не пришли к единому мнению. Отметим, что здание построено в 1966 году, и за это время капитально не ремонтировалось. В итоге суд принял решение дать руководству месяц на устранение недочетов. Все те предписания, которые выписаны, срок исполнения один год. Мы должны их исправить. Но они уже исправлены на 90%. К слову, на октябрь во Дворце уже анонсирован концерт известной певицы. 1 сентября в железнодорожном суде состоится следующее заседание, на котором озвучат результаты экспертизы по итогам ремонта. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин, Александр Антропов, Андрей Печоркин. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok